Слышимость как видимость. Добрый вечер. Нормально слышно, да? Нормально видно? Отлично, будем считать, что и слышно. Меня зовут Сергей Прудников. Я в онлайн-проекте «Территория роста» самого Ивана Хиала. Работаем мы вместе с моей женой Надеждой. Она уже тут несколько раз мелькала. В кадре, да и вот она, кстати. Также нам активно помогают еще два человека. Одному человеку полтора года, другому четыре с половиной. Уже очень активно помогает. Спасибо им за это. Хочу сказать, что по профессии я страховщик и почти 15 лет работаю в этой отрасли. В прошедшем каталоге я вышел на уровень 12%. Ну, конечно, не был ни с какой результат, но все же приятно. Конечно, на этот уровень невозможно выйти, действуя в одиночку. Здесь нужны партнеры, бизнес-партнеры. Конечно же, наши... Да, дети главные помощники. Наш главный, наш стратегический партнер – это, конечно, Олеся Михайловна. Вы только что ее слышали и видели. Она тоже вышла на уровень 12%. Молодец. Правильнее сказать, что это не партнеры. Это партнерыщики просто. С ее энергией, с ее неуемной фантазией, трудоспособностью, работоспособностью. Просто фантастика. Мы у нее уже кое-что берем на вооружение. То есть, можно сказать, что ученик уже превзошел своего учителя. В принципе, так и должно быть. Изначально все, что предлагалось в проекте «Территория роста», я как-то оценивал политически. Взвешивал. Дмитрий Городников не един, где испытал на себе мой эстетицизм. Но его даже смущало. Но аргументы Дмитрия были железобетонными. И, как говорится, у меня пазл в голове сложился. Но я начал активно помогать в работе жене. Сейчас я уже умею практически все, что умеет жена. Это и рассылки, проведение собеседований. Это как 2х2. Работа с новичками и так далее. Вы знаете, с течением времени пришло понимание того, что если перестает что-то получаться в работе, то нужно что-то в этой работе изменить. Недавно у нас был такой достаточно интересный момент. Практически пропали отклики ВКонтакте. Практически ноль. То есть мы людям посылаем предложение, и вообще никак не откликаются. Значит, что-то надо делать. Значит, что-то надо делать. Взяли и увеличили количество этих рассылок предложений в полтора раза. Что получили? Отклики вообще пропали. То есть их вообще, так мы отзываем, в день где-то 100 предложений, а откликов ноль. Ну, казалось бы, можно руки опустить, но не круто было. Изменили географию рассылок, поменяли текст рассылок. Понимал бы начали проявляться собеседование. Чуть-чуть. На прошлой неделе добавили работу с резюме. Наконец-таки пошли собеседования, пошли регистрации. Вот оно. То есть надо изменять, изменять, изменять. Один раз изменение не получилось, изменяем второй раз, третий, четвертый. Обязательно уже пойдет результат. Обязательно получится. Получается вывод. Хочешь что-то улучшить? Меняйся сам. Конечно, участвуя в проекте, мы хотим заработать серьезные деньги. На что их потратить, мы уже давно решили. Как видите, из этого слайда цель любого бизнеса – получение прибыли. А если бизнес не подразумевает получение доходов и прибыли, то это уже не бизнес, а благотворительная организация. У нас все-таки бизнес, поэтому мы хотим заработать денег. Я считаю, это нормально. Цели перед собой мы ставим высокие. Мне очень нравится это высказывание. Если прицелившись на Луну, то через забор обязательно перепрыгнешь. Мне кажется, что ногу над этим забором виртуальным мы уже занесли прыжок. Я думаю, последует очень быстро. Он обязательно будет. Спасибо, что выслушали меня. Рад был выступить на поздравительном вебинаре. Всем новых уровней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова